Сэр! 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 Снова всем сердечный привет. С вами по-прежнему Павел, американский дальнобойщик. И сейчас я вот нахожусь, если вы видите за моей спиной, логотип на выставке, на презентации, которая прошла вчера и продолжается сегодня. Вчера было снято покрывало, а сегодня мы имеем возможность задать вопросы, которые нас волнуют, на темы этого нового трака, который ставит точку в эре двигателей внутреннего сгорания. Этот трак Никола 1, Никола 1, будет работать на электричестве. Для того, чтобы заряжались батареи, здесь будет использоваться водородный двигатель для внутриамериканского рынка и газовый двигатель, который работает на природном газе, на внешние рынки трак тоже будет поставляться. В Европу, в другие страны. И там этот трак будет работать на газу. Вот я сейчас обойду его снаружи, потому что внутрь пока нельзя там берут у главного конструктора интервью. Внутрь пока не могу зайти. Но как только появится возможность, зайду внутрь. А сейчас вот хочу вам показать его снаружи. Вот начнем, собственно говоря, с заправки. Вот это заправка для природного газа. Вот здесь вот можно заправлять, и трак будет ехать. Здесь, вот в этом черном ящике, в черной баксе, находится, собственно говоря, это силовая установка, которая перерабатывает водород или газ, генератор здесь стоит. То есть оно все до кучи, все вместе. Трак это, конечно, бомба. То есть сказать, что это чудо техники, это не сказать ничего. Это будущее, это новое слово. Вот, смотрите, как он выглядит. Красавчик, да? Вот, пожалуйста. Вид сбоку. Если вы обратили внимание, с пассажирской стороны нету двери. Стенка цельная. Одна дверь, которая находится посредине кабины с левой стороны, с водительской стороны. И это все. Полностью независимая подвеска. Полностью независимая подвеска. То есть каждое колесо, вот смотрите, я сейчас сюда залезу. Каждое колесо, видите, имеет свой как бы рычаг. Вот, крепится. И возле каждого колеса стоит вот эта вот алюминиевая штука, которую видите, это электродвигатель. Вот здесь вот он стоит, вот заднее колесо стоит. Видите? То есть полностью независимая подвеска, которая делает его очень мягким и очень удобным, очень комфортным в движении. Вот, посмотрите, вид сзади, сейчас посмотрим, как оно выглядит. Вот это вот такой Микола. Как американцы на него говорят, Никола. Вот пятое седло, к которому будет цепляться, собственно, трейлер. Вот так вот он выглядит сзади. Вот, смотрите. Я забыл вам показать, сейчас вернусь. С этой стороны, вон мужчина, открыл лючок. Сейчас я туда подойду, посмотрите. Это лючок для заправки. Непосредственно водородом. Вот здесь вот датчики показывают. А сами заправки вот здесь вот. Видите? Вот сюда будет заливаться всякая гадость. Сейчас там человек уйдет, я покажу получше. Вот, куча всяких трубок, которые внутри. Вот, видите? Здесь сюда все заправляется. Вот, чтобы подзарядить батареи, клеммы выведены сюда. Видите? Еще раз смотрим на него. С этой стороны колеса здесь одинарные, широкие. Вот по новым технологиям сделаны. Обратите внимание, что здесь не сдвоенные колеса, как на обычных грузовиках. Одинарные такие, широкие. Видите? Восемь... Ой, шесть колес получается. Полностью независимая подвеска. Я повторяю, полностью независимая подвеска. Сейчас в кабину ищем взятки. Ждем очереди в кабину. Видите? Дверь, которая слайдуется здесь. Дверь, то есть она не открывается, как обычная дверь. Она слайдуется довольно высоко от пола. Здесь сейчас поставили лестницу. Но если лестницу убрать, то будут вот две такие ступеньки, по которым будем залежать на этот тракт. Да, внутрь кабины. Там сейчас берется интервью у главного инструктора, поэтому пока не пускают внутрь. Но там красиво. Там очень красиво. Все как в космическом плане. Тракт будущего. По-моему, уже взяли интервью. По-моему, человек выходит. Да, вот. Журналистка вышла. И сейчас придет главный инженер, который создал это все чудо техники. Спереди я уже показывал, Тимур. Я стою, жду очередь, чтобы туда зайти, потому что тут очень много желающих. Смотри, какая большая линия. Вот этот парень русскоговорящий, он из Эстонии. Здесь живет в Детройте. Здесь очень много русскоговорящих, которые заказали тетраки. Я потом покажу еще спереди, расскажу обо всех условиях. Вот корреспондент вылезает. Я думаю, что можно будет зайти внутрь. Вот конструктор непосредственно, кто придумал этот тракт. Вот, пожалуйста. Можно мы идем? Конечно, можно. Спасибо. Я хочу его взять последнее устройство. Однажды, один секунду. Окей, спасибо. Вот, полюбуйтесь. Этот человек придумал это все. Окей, сейчас пока здесь пусто. Смотрите, как он выглядит. Вот заходим. И что мы здесь видим? Справа здесь спалка. Спалка здесь, конечно, вон подушечки лежат, здесь пульты всякие, клавиатура. Но это как бы опытный экземпляр. Вот это, что вы видите, сейчас, правда, здесь темновато. Но это телевизор. Apple TV, который 42 инча. В ногах прямо. Видите? Вот там это черный. Здесь вот наверху мы видим микроволновку. Под микроволновкой, чуть ниже, вот я открываю полноразмерный холодильник. Вот, пожалуйста, холодильник для питания. Здесь вот небольшой ящик для... Я вчера его открывал для вещей. Небольшой ящик. Вот. И вот, собственно говоря, панель приборов. Смотрите, как выглядит. Вот это по принципу Tesla сделано дисплейчик, на котором будут показываться очень много вещей. Например, этот трак имеет 12 камер, которые стоят вокруг трака и показывают его и вид сверху, и со стороны, и спереди. То есть, очень хороший обзорность будет показываться вот на этих всех экранах, которые вы видите. Потому что много камер. 12 камер обзора. Там, если вы видите, внизу всего две педали. Тормоз и газ. Больше ничего нет. И вот здесь вот джойстик, которым все это управляется. Вот. Вот. Тут очередь большая, поэтому просят выйти. Но вы, собственно говоря, увидели уже то, что здесь происходит и как это выглядит. Сейчас покажу вам его впереди. Монстряка. И вот так вот он выглядит спереди. Монстряка. Сегодня будет день вопросов и ответов. Можно будет пообщаться с конструктором. Чуть попозже он об этом только что объявил. Сейчас нам предоставлен бесплатный завтрак. И я скоро буду заканчивать трансляцию, потому что тоже хочу что-то перекусить. Вчера был шикарный динер, ужин. барбекю, шашлыки были, мясо много, выпивки всякой, вино, коньяк, ну, что хотите, короче. На все случаи жизни. Сейчас завтрак тоже за счет компании. Теперь самое интересное, самое интересное, то, что всех интересует, это цена. Так вот, для первых 5 тысяч, вернее, да, или 5, или 25 тысяч, не помню, кто закажет этот трак, условия следующие. Вот я заказал, я в первых 500 заказавших, потому что сюда вот пригласили, вот вы видите, людей, которые сидят, то здесь пригласили всего первых 500 человек, которые заказали этот тракт. Условия следующие. В течение 7 лет, или миллиона миль, что наступит быстрее, или я быстрее проеду миллион миль, или 7 лет пройдет, у меня все бесплатно, полностью все бесплатно, ремонты, обслуживание, заправки, вот этим вот водородом или газом, то есть полностью все бесплатно. Я плачу только 5 тысяч долларов в месяц, от 5 до 7 тысяч, в зависимости от того, какая комплектация трака. Если я выберу там много наворотов внутри всяких, то будет 7 тысяч. Но внутри трака в базовой комплектации, как у них на сайте написано, есть даже бесплатный 4G-LT интернет, блютуз, ну, зайдите на сайт, там очень много всяких вещей, о которых там говорится, почитайте, прозреете, в общем. Вот он, красавчик, первый прототип. Для сравнения, сегодня я плачу за свой Кенвард, который у меня новый, в месяц он у меня обходится в районе 8 тысяч долларов, потому что если посчитать платеж за трак, который я плачу, обслуживание, масло поменять, какие-то ремонты, какие-то, то есть все затраты, которые связаны в месяц, то это в среднем выйдет, я думаю, тысяч 8 в месяц. Здесь предлагают вот такой трак за 5 тысяч. И по истечении указанного срока, то есть миллион миль или 7 лет, я приезжаю на этом траке в компанию производитель и оставляю старый трак и уезжаю на новом траке на тех же самых условиях. Так у них заявлено и такие предложения не предлагают. Я считаю, что это шикарные условия, шикарные предложения. в общем, этот трак, этот тип двигателей, которые электрические, которые полностью, он будет ехать по принципу автомобиля Тесла на электрических батареях, на электродвигателях. Здесь, я уже говорил, 6 электродвигателей возле каждого колеса. Здесь существует независимый отдельный электрический двигатель, который и разгоняет трак, и тормозит. Количество лошадиных сил 2000 в этом траке, общая суммарная масса. Торг 3700 единиц. То есть, это, они собираются понизить торг, крутящий момент, потому что, говорят, что резина может не выдержать. Я читал у них на сайте, что они будут снижать по требованию производителей резины, потому что резина будет гореть. Начало продаж этого трака стартует в 2020 году. То есть, еще 3 года будут строиться заправки по Америке, будут строиться сервисные центры. Уже вчера был подписан контракт из компании Райдер, которая очень крупная компания на территории Соединенных Штатов, которая будет заниматься главным представителем для ремонта, для продажи. Но будут также и другие компании, другие сети тракстапов, которые будут обслуживать, заправлять, ремонтировать эти траки. Для этого у них есть 3 года. Сегодня происходит только презентация первого прототипа. Через 3 года эти траки выйдут на американские дороги. В будущем, когда технологии разовьются дальше, эти траки возможны в беспилотном варианте. То есть, на автопилоте будут ездить, как сейчас ездит в гугломомобиле. Но профессию водителя-дальнобойщика при этом никто не отменяет. Потому что закреплять груз, контролировать груз, погружать, разгружать, это все задача водителя. То есть, автопилот существенно облегчит работу дальнобойщика, потому что, когда ты выехал на тракт и поставил его на автопилот, то можно будет пойти поспать или покушать, или телевизор посмотреть. это будущее. Это будущее грузоперевозок во всем мире. Не только в Америке, но это будет и в Европе, далее и везде. Во всем мире, потому что так движется человечество. В то время, когда где-то изобретают и патентуют лапти, американцы придумывают вот такие изделия для того, чтобы всем было хорошо. Снова я на экране. Я буду заканчивать уже трансляцию. Спасибо вам за внимание. Пойду я кушать. Спасибо вам за внимание, за то, что были со мной. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить в ближайшее время, в ближайшем будущем. Вот, делаю у себя селфи, делаю такое видео селфи на фоне этого чуда американской техники. Спасибо вам за внимание. С вами был Павел, американский дальнобойщик. До новых встреч, до новых комментариев. Пока-пока.